Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». 5 марта в Рязанском областном театре драмы пройдет премьера спектакля «Последняя Ацтека». Сегодня у нас в гостях Сергей Гук, режиссер этого спектакля. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Ирина! Ну, если можно, расскажите, что же ждет рязанцев, наших, ваших зрителей 5 марта? Этот спектакль про... это лирическая комедия по пьесе Виктора Шендеровича про молодую американку, которая сбивает сильно пожилого русского эмигранта, который живет на Брайдене. И суд присуждает ей ухаживать за ним как наказание за то, что она там превысила скорость. История начинается как такая очень перепалка отцы и дети, Америка, Россия, вот эти все отношения, а заканчивается попыткой отношения любви между этими двумя персонажами. И за развитием отношений этих людей будет наблюдать зритель нашего спектакля. Сергей, а почему у вас появилось желание начать работу именно над этой пьесой? Ну, вы знаете, честно скажу, что хотел... Интересна была современная драматургия, потому что эта пьеса написана там в последние десятилетия. И хотелось там чего-то не очень тяжелого, то есть хотелось какую-то комедию. И эта пьеса, она этим критериям отвечает. Но еще при этом, вот это непростая комедия, это не то, что там мы придем и только посмеемся. У нее есть много что в ней, какие-то там пласты, там есть предательства, там есть отцы и дети, там есть внутренняя трагедия. Я вот не буду рассказывать там до конца сюжет, но это вот за смехом, за как бы пройдет там смех, мы будем к этому как-то очень весело относиться. Но остается такой сильный послевкусие, остается в голове вот какие-то мысли и о своей жизни в том числе. Вот этим пьеса привлекла, за внешней как бы формой, которая очень интересная и там весело смотрится, есть содержание. То есть, в общем-то, вы на премьеру ждете думающего зрителя? В том числе, да. То есть, я считаю, что этот спектакль не только будет как вот легкое препровождение там, не знаю, праздничных дней, он вот, на мой взгляд, оставит такой как бы еще, оставит над чем подумать. Премьера состоится накануне праздника, да, накануне 8 марта. Специально так было подгадано, как может быть подарок женской части? В том числе, да, безусловно. В том числе спектакль все равно основная тема – это любовь, поэтому тут, конечно, 8 марта с этим спектаклем очень хорошо сочетается. Сергей, я знаю, что вы приехали к нам из Москвы. Это ваш первый опыт работы с Рязанским драматическим театром? Да, это мой первый опыт работы. А как так случилось? Как у вас вообще перемещение режиссеров по стране, по театрам, по городам? Как это все происходит? Ну, вот так устроено, да. Мы ездим по стране. Режиссеры, если они не работают в штате какого-то театра, они ездят по постановкам в разные города и вот таким образом знакомятся с разными театрами. Это, на самом деле, очень интересно. Ну, если можно, расскажите о ваших впечатлениях от нашего города, от нашего театра, от коллектива, с которым вам пришлось работать. Я из Санкт-Петербурга, 10 лет живу в Москве. И для меня было очень приятно впечатление, которое я ощутил в Рязани. В Рязани удивительно спокойные и отзывчивые люди. В Москве прям сразу чувствуешь некую агрессию, где-то все хотят прорваться. Вот в Рязани очень приятно. И спасибо, не знаю, пользуюсь случаем могу сказать. До сих пор у меня во всех бытовых каких-то случаях не было ни одного случая, где люди адекватно не отреагировали на то, что там, даже если я что-то делал неправильно. Это прям очень приятно. Приятно, что вот как бы есть эта там творческая какая-то жизнь. То есть очень хорошо организован театр. А то, что касается работы с актерами? Мне очень повезло, честно вам скажу, что вот наша бригада актерская очень сильная, очень винятные артисты. И спасибо вам большое. Вот совершенно нет трудностей в воплощении. То есть я понимаю, что вот они делают ровно то, что я хочу. И поэтому нет никакой проблемы вот контакта со зрителем через актера. Они очень... Спасибо вам большое. А кто задействован из артистов в этом спектакле? У нас два мужских состава. Народный артист Сергей Михайлович Леонтьев и заслуженный артист Анатолий Николаевич Канапицкий. И у нас одна девушка, артистка Анна Демочкина. То есть я так понимаю, что в спектакле принимают участие только два актера? У нас реально четыре актера. То есть у нас есть два основных персонажа и два выхода. Ну вот есть еще выходы, там прямо одна сцена. Вы видите, они там необычные выходят. А насколько вообще сложно или наоборот легко работать вот с таким небольшим количеством актеров, действующих лиц? Работать легко, но создавать спектакль с малым количеством действующих лиц сложно. То есть это легко в работе, но в результате сложнее создать... Конечно, это для удержать внимание зрителя двумя актерами сложнее, чем, допустим, в более большом количестве. Ну вот у вас сейчас продолжается работа. Вы уже, я так думаю, уже видите, да? Да, уже в прогонах. Вы довольны тем, что получается? Как получается? Ну вот буквально сегодня, на мой взгляд, мы вот прям вышли на правильную дорогу. Вот мне кажется, сейчас вот мы уже понимаем, мы можем только уже закреплять. То есть мы сейчас обо всем договорились. Это очень важный момент. Договориться о том, что мы делаем, про что мы играем, в каком темпе, в каком настроении, в каком качестве. И вот мне кажется, вот сегодня я прям понял, что мы окончательно договорились. Мы уже давно договорились. Сегодня мы договорились окончательно. И сейчас наша задача, вот прям, вот то, что мы делаем, просто в очень хорошей форме донести до зрителей 5 марта. А вообще работа с этой пьесой для вас, как для режиссера, была сложной? Были какие-то моменты? Это не сложная пьеса. Нет, это, ну, она, это для режиссура это простая пьеса. И, в принципе, ну, мне кажется, что мы там не запутались вот прям точно. То есть это, ну, все-таки она такая быта... Тут надо понимать, что это такая, ну, классическая бытовая простая пьеса. То есть здесь зритель вот там не увидит. Зритель, который там хочет увидеть какие-то современные постановки, много режиссуры, какие-то водопады. Это не этот спектакль, это вот, ну, как бы, это спокойная классическая постановка. В которой все должно быть понятно, там, где булка означает булку, как бы, ну, это все... Вы сами будете присутствовать на премьере 5-го числа? Конечно, как бы. Вот артисты, насколько я знаю, сколько мы с ними уже общались, они волнуются всегда. Вне зависимости от того, сколько они играют, сколько они репетировали. А режиссеры перед премьерой? Вы посмотрите когда-нибудь на режиссера, вот поймайте режиссера в зале, он проживает все, что делает артист. У него мимика, вот у него лицо все, весь спектакль живет. И он, как бы, расслабляется только в тот момент, когда опускается занавес. То есть режиссер вместе с артистами играет весь спектакль. Вот, когда работа будет окончена, вы покинете Рязань, как вам вообще жаль отсюда уезжать, от этой работы? Какие чувства испытываете, может быть, какое-то чувство удовлетворения, что вот все получается пока? Мне очень понравилось, честно скажу, хоть еще целая неделя впереди, но я уверен, что вот это ощущение останется. Вот понравилось, удивительно комфортно, легко, вот комфортная обстановка и в городе, и в театре. И, на самом деле, режиссеры, артисты ругаются с режиссерами, режиссеры ругаются с артистами, там, это нормальное явление. Вот у нас прямо как-то получилось все очень, прям, спокойно, и, ну, это, бывает, это обманчиво, потому что все спокойно, спектакль плохой. Вот у нас, вот, мне кажется, что получилось и спокойно, и спектакль мы смогли сделать, вот, как бы, интересно. Ну, что же, Сергей, большое спасибо, что вы нашли время к нам сегодня прийти. Мы обязательно будем присутствовать на премьере спектакля, надеюсь, что все пройдет на ура. Ну, желаем вам удачи, успехов, и надеемся, что еще не раз увидим ваши постановки в нашем городе. Спасибо большое. Ну, что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго, до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова